Проблема рака желудка остается актуальной и по сей день, несмотря на достижения современной медицины. Рак желудка занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности населения. По показателям несвоевременной диагностики рак желудка занимает третье место. Существуют международные рекомендации НСН, ЭСМА, в списке которых компьютерная томография при раке желудка занимает очень важную роль. Однако стандартизованного протокола для диагностики таких пациентов нет. Если мы откроем рекомендации РУСКО, то мы увидим, что компьютерную томографию вовсе можно заменить на УЗИ органов брюшной полоси, забрюшенное пространство и таза, и рентгенографии грудной клетки в двух проекциях. Хотя, на наш взгляд, это считается недопустимо. В нашем институте мы придерживаемся рекомендаций японской ассоциации по изучению рака желудка. Однако и в японских рекомендациях также нет стандартизованного протокола подхода именно к диагностике при компьютерной томографической диагностике рака желудка. Наши корейские коллеги провели масштабное рандомизированное исследование, где было включено почти 11 тысяч человек, в результате которого установлена корреляция от ТНМ-стадирования и выживаемости, как общей, так и безрецидивной. То есть глубина инвазии опухоли, Н-статус и отдаленные метастазы напрямую влияют на выживаемость и на прогноз. На данном слайде представлена таблица стадирования рака желудка. Всем известны японские рекомендации в зависимости от стадирования по глубине инвазии и Н-статуса. Перед тем, как приступить к анализу непосредственно местного распространения опухоли желудка, хочется сказать несколько слов о необходимости оценки сосудистой анатомии верхнего этажа брюшной полости. Потому как все японские классификации привязаны именно непосредственно к артериальной анатомии. Анатомия целиако-мезанториального бассейна достаточно вариабельна. В эпоху развития малоинвазивных хирургических вмешательств это крайне важная информация для хирургов. Какой объем лимфодисекции будет выполнен? С чем они могут столкнуться во время операции? Многие проведенные исследования демонстрируют очень высокую чувствительность и прогностическую значимость по данным многих источников до 100% компьютерно-томографической ангиографии в оценке сосудистого строения. А следовательно, и лимфатического. Почему такие картинки? В таком виде патоморфолог получает органокомплекс, удаленный во время операции. И патоморфолог обязан знать, какая сосудистая анатомия была у пациента. Потому что распределять лимфатические узлы, не зная изначальной анатомии, крайне сложно. И на самом деле, сколько мы ходили на вырезки, даже и хирургам порой очень сложно указать, помочь патоморфологу в определении той или иной группы лимфатических узлов при оценке уже операционного материала. Всем известная классификация лимфатических узлов, которой пользуемся мы, достаточно удобная в практике. Однако, в отличие от азиатских коллег, здесь, так сказать, две школы, европейская и азиатская, где азиаты все-таки приверженцы именно качественных характеристик лимфатических узлов. А по международным критериям необходимо изучать, проанализировать определенное количество лимфатических узлов для определения N-статуса. Японские коллеги, в том числе, в основном, специалисты из Азии проводят такие широкомасштабные исследования. Данное исследование было проведено в Японии. И проанализировали и качественные, и количественные критерии при определении N-статуса. И установили, что, по сути, данные получаются одинаковы. То есть, японцы используют и количественную характеристику лимфатических узлов, изучая количество пораженных лимфоузлов, и параллельно используют и качественную характеристику. Почему так важна именно качественная характеристика лимфатических узлов? Потому что доказано, что, к примеру, лимфатические узлы 10-й группы, ворот селезенки, являются, по сути, отдаленными метастазами при локализации опухоли в антральном отделе и в нижней трети желудка. И являются прогностически очень негативным прогнозом. Эта таблица очень важна, и мы ежедневно ежедневно ей пользуемся. Демонстрирует характер, порядок лимфогенного метастазирования лимфатических узлов, то есть первый, второй, третий этап метастазирования, либо отдаленные метастазы, при различных локализациях опухоли. По всему миру проводились и проводятся масштабные прантомизированные исследования о необходимости проведения неодевантной и одевантной химиотерапии. Конечно же, это улучшает прогноз. Значительно увеличивает медиану выживаемости. Однако для нас, как для диагностов, это представляет определенные сложности, потому что оценка именно лимфатических узлов после проведения химиотерапии достаточно сложна. То есть на первичном этапе мы оцениваем лимфоузел и считаем его метастатическим. Он уменьшается в динамике. При динамическом исследовании мы его оцениваем, видим его уменьшение вплоть до 2-3 мм. Но мы не можем сказать на 100% остались там опухолевые клетки, то есть активен этот лимфоузел или нет. И из-за этого существенно снижается специфичность диагностики лимфатических узлов после проведения химиотерапии. Если посмотреть на данные чувствительной специфичности без проведения химиотерапии, то здесь достаточно все ровно. А при проведении химиотерапии дооперационной мы имеем вот такие показатели. Эти данные совмещены полностью. Совмещена и эта группа, и эта группа пациентов. Было проанализировано больше 300 человек. Еще один фактор, который влияет на прогноз пациентов, это макроскопический тип опухоли. Всем известна классификация по Борману, которую пользуются все с 26-го года, дополненная в отношении ранних раков. На данном графике видно, что четвертый тип Борман, то есть инфильтративный тип или инфильтративно-язвенный тип опухоли, является худшим прогнозом для пациента. Визуализация эндоскопическая, визуализация компьютерно-томографическая, полиповидная опухоль, язвенный тип, инфильтративно-язвенный и инфильтративный, так называемый скир. Хорошая схема деления на зоны представлена также в японских рекомендациях, которые также мы пользуемся. То есть мы при описании делим, условно делим желудок на несколько зон, верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. Обязательно указываем, есть ли распространение на двенадцатиперстную кишку и на пищевод, и в отношении стенок. Передняя стенка, задняя стенка, малая кривизна и большая кривизна. по данному принципу мы оцениваем локализацию. Проанализировав 316 человек, у нас получилось, что большую часть пациентов составляет группа с поражением именно нижних отделов, нижней трети тела желудка и антральный отдел, в том числе и с распространением на двенадцатиперстную кишку. Так как нет стандартизованного протокола, конечно, это затрудняет во многом первичную диагностику рака желудка. Потому что существуют такие формы, например, как перстневидно-клеточный рак, которые при проведении эндоскопических методов исследования, они могут быть недиагностированы, потому что, учитывая их определенный характер рост интрамуральный, существует очень много работ выполнения компьютерной томографии с подготовкой желудка водой, контрастным препаратом. В нашем центре используется методика проведения компьютерной томографии больным раком желудка именно с контрастированием газа. Проводится стандартное сканирование с внутривенным болезненным введением контрастного препарата полтора миллилитра на килограмм массы тела пациента. Проводится исследование в артериальную и портальную фазы сканирования. Затем пациенту дается газообразующий порошок, запивается небольшим количеством воды и проводится ранее отсрочная фаза контрастирования на 4-5 минуте. Почему именно на 4-5 минуте? Потому что мы заметили, что именно в раннюю отсрочную фазу контрастирования достигается такой эффект разности вымывания контрастного препарата из пораженной стенки желудка и неизмененной. Происходит мягкое растяжение желудка газом. Осложнений в процессе всех проведенных исследований у нас не было. Пациентам с остенозирующими опухолями мы такие исследования стараемся не выполнять или же есть в анамнезе кровотечение, то таким пациентам стараемся не выполнять данное исследование. Так выглядит желудок без признаков патологии при проведении компьютерно-томографической пневмогастрографии. Тоненькая ровная стенка, равномерно контрастирована. При компьютерной томографии визуализируются три слоя стенки желудка. Слизистая оболочка, подслизистая основа и мышечная оболочка. Здесь представлено сканирование на левом боку. Хочется сразу привести пример. Данный пациент проходил компьютерную томографию. На данных снимках представлен желудок, который не подготовлен к исследованию. То есть он никак не растянут ни жидкостью, ни газом никак. И визуализировать опухоль в теле желудка крайне затруднительно без специальной подготовки. То есть ее можно было пропустить. Пациенту была выполнена пневмогастрография. Мы видим инфильтративно-язвенную опухоль небольших размеров в теле желудка по передней стенке, которая трактовалась нами как Т2. Следующий пациент аналогичен. Без специальной подготовки опухоль оценить практически невозможно. При проведении пневмогастрографии у данного пациента мы знали, что имеется опухоль по данным ФГДС в кардиальном отделе желудка, поэтому пациенту было выполнено исследование на животе. То есть мы используем полипозиционное сканирование. При локализации опухоли в верхних отделах мы стараемся сканировать на животе. При локализации опухоли в теле желудка на спине стандартно, а при локализации опухоли в антральном отделе, чтобы оценить степень распространенности на 12-перстную кишку, мы сканируем на левом боку. У данного пациента была диагностирована опухоль в кардиальном отделе желудка, которую без специальной подготовки на КТ, конечно, можно было не увидеть. Отдельная ситуация в отношении кардизофагиального рака, конечно, требует дополнительных отдельных 40 минут. Обязательно нужно указывать степень распространенности на пищевод, потому что от этого зависит, конечно, тактика оперативного вмешательства. Мы используем классификацию Зиверта, всем известная классификация. Сканируем всех пациентов с кардизофагиальным раком на животе. Распространение на 12-перстную кишку. Также очень необходимо указывать вероятность поражения 12-перстной кишки, потому что это также зависит, влияет на выбор тактики и объем оперативного вмешательства. Без специальной подготовки опухоль визуализируется, но достаточно сложно. При проведении сканирования на левом боку мы видим практически циркулярно растущую инфильтративную опухоль с распространением на пилорический канал и минимальным распространением на луковицу 12-перстной кишки на несколько миллиметров. Такие данные очень позволяют в дальнейшем избежать рецидивов в этой зоне. При хорошем раздувании, если имеется ранее опухоль желудка, мы используем режим виртуальной гастрографии, точно так же, как при проведении виртуальной колоноскопии. И очень хорошо визуализируются все мелкие опухоли. То есть у данного пациента достаточно был выражен рельеф слезистой оболочки. Вот она опухоль, но достаточно сложно дифференцируется. При проведении виртуальной гастрографии она визуализируется очень отчетливо, хорошо. Мы ее диагностировали как Т1А. Обработав данные пациентов, мы получили следующие показатели. Чувствительность Т1А у нас составляет около 50%. На самом деле очень много, большая часть ранних опухолей именно Т1А составляют поверхностные формы, то есть по высоте около 2 мм. И, конечно, бывает достаточно сложно диагностировать такие раки. однако специфичность для Т1А у нас получилась достаточно высокая. На данном слайде представлена опухоль, небольшая поверхностная форма Т1А рак. Четкая подслезистая основа, поэтому диагностировалась именно такой глубиной инвазии. при ранних раках не исключается поражение региональных лимфатических узлов, поэтому необходимо их также оценивать. Учитывая то, что пациенты все у нас выполняются по одной методике, то есть выполняется артериальная, портальная и ранее отсроченная фаза сканирования, всем выполняется внутривенное болюсное усиление, и по сути всем выполнена одна и та же методика. Мы можем оценить непосредственно динамическое контрастирование, оценить факторы именно накопления контрастного препарата при той или иной опухоли с поражением лимфатических узлов, которые контрастируются идентично опухоли. У данного пациента имеется опухоль с глубиной инвазии Т1Б за счет утолщения и неравномерного утолщения и неоднородности под слезистой основы. Данная опухоль классифицировалась как Т1Б. Следующие статистические данные мы получили для такого характера роста. Здесь представлен рак нижней трети тела желудка передней стенки с глубиной инвазии Т1Б неровно нечеткий деформированный подслезистый слой поэтому выставляет стадия Т1Б. Еще один пример опухоли Т1Б локализация в кардиозофагиальном переходе при наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы это не плоскоклеточный рак это тоже аденокарцинома. опухоли с глубиной инвазии Т1Б Т2 на данном слайде представлен рак распространяющийся в пределах мышечного слоя стенки и рядом интимно прилежит такой лимфатический узел накапливающий контрастный препарат идентично опухоли высокодифференцированная аденокарцинома с метастатическим поражением регионального лимфоузла 3-й Б-группы. Чувствительность Т2 у нас составила 50%. Здесь данные по чувствительной специфичности и точности представлены вне зависимости от проведения анодевантной химиотерапии. То есть данные здесь совмещены. пример поражения с глубиной инвазии также в пределах мышечного слоя опухоль локализуется в пределах мышечного слоя стенки желудка достаточно яркая и характерная для высокодифференцированной аденокарциномы. Опухоль с глубиной инвазии Т3. здесь очень показательно видна субсирозная инфильтрация и поэтому данный пациент трактуется с опухолью глубиной поражения Т3. Опухоль неравномерно инфильтрирует стенку желудка. В отношении Т3 конечно здесь достаточно все ровно. Чувствительность специфичность точность составляет около 85%. Еще один пример опухолевого поражения в пределах субсирозного слоя контур нечеткий наружный. Данный пример у меня таких примеров на самом деле немного поэтому я его показывала на конференции на белых ночах хочется его продемонстрировать и сейчас. Опухоль инфильтративно-язвенная опухоль с глубиной инвазии Т3 и локализуется рядышком локализуется два лимфатических узла достаточно маленьких размеров около 6 мм и если мы оценим контрастирование вот этих лимфатических узлов то мы увидим на первый взгляд кажется что они практически одинаковые но на самом деле один лимфатический узел у нас в пределах 90 хаунсфилдов другой лимфатический узел в пределах 60 и опухоль сама около 60 хаунсфилдов плотность половина данная патоморфологическая картинка представлена то есть лимфатический узел неизмененный гиперплазированный и пораженный то есть обязательно нужно оценивать именно плотность лимфатических узлов в зависимости от характера плотности непосредственно опухоли и всегда нужно обращать внимание на мелкие лимфатические узлы по многим литературным данным опять же наших азиатских коллег средний размер пораженного метастатического лимфатического узла составляет 4 миллиметра мелкие лимфатические узлы в малом саленке благодаря нашему порталу мы можем померить плотности таких маленьких лимфатических узлов мы видим их активное накопление такое же и накопление вымывания как и опухоли опухоль тела желудка с распространением за пределы серозной оболочки с выраженной лимфоваскулярной инфильтрацией с распространением на малый сальник еще один пример опухоли с глубиной инвазии Т4А с наличием региональных лимфатических узлов метастатически пораженных распространение процесса на малый сальник ой на большой сальник простите еще один пример опухоли Т4А опять же мелкий лимфатический узел гистологически морфологически подтвержденный опухоль локализовывалась в андральном отделе с поражением лимфоузла 4СБ группы лимфатическ лимфатические узлы больших размеров часто бывают просто гиперплазированы вот этот лимфатический узел группы 12-й П мы их практически всегда видим и вот из этих 316 проанализированных пациентов у нас было всего два случая поражения лимфатического узла этой группы и хочется сделать акцент на этом что лимфатический узел достаточно часто мы видим гиперплазированный то есть как здесь практически 4 см лимфатический узел просто с выраженной жировой дегенерацией но без метастаза опухоли с глубиной инвазии Т4Б здесь представлена кардиозофагиальная опухоль с инвазией в поджелудочную железу у нас достаточно немного было таких пациентов чтобы оценить чувствительность специфичность однако по данным литературы данные колеблятся от 70 до 100 процентов в зависимости от авторов полипозиционное сканирование очень-очень помогает при подозрении на инвазию в какой-либо орган часто мы видим смещение анатомических структур при перемещении положения пациента и делаем правильные выводы хочется представить клинические случаи у данной пациентки распространение собственно говоря процесса узнать ваше мнение отделы которые поражены и что это за процесс я не слышу хочет давайте я еще представлю здесь одно видео это эндоскопическая картина со стороны слизистой стенки причем были выполнены неоднократные биопсии здесь эндоскописты не вынесли никакой вердикт а можно следующий следующий данному пациенту неоднократно выполнялась биопсия также ничего не было получено можно позвать компьютерным томографом поставить так ну я не специалист конечно по диагностике образования желудка но как специалист работающий на компьютерном томографии я бы сказал что здесь по малой кризисне желудка начиная от уровня кардиозофегального перехода до до уровня антрального отдела определяется утолщение стенки желудка с неровными бугристыми контурами при контрастном селе не выражен накапливающий контрастный препарат при этом отмечается нечеткость контуров наружной стенки ну то есть где оба стерозное покрытие где стерозы покрыты то есть мы можем подозревать что здесь есть образование вот с распространением за пределы серозной оболочки вот на рентгенограмме также подтверждает что по этому контуру определяется такое ну то есть с неровными контурами образования вот ну дальше мы должны стадировать его естественно по одной картинке мы не стадируем я вижу что в принципе печени крупных очагов нету лимфатические узлы вероятно вот я так взрываю на фронтальной томограмме вот этот лимфатический узел да да вот с поражением лимфатического узла в принципе верификация операция пациента практически есть может быть еще варианты у кого у кого практически практически правильно просто хотелось по распространению узнать побольше я так понимаю коллега на самом деле обрисовал то есть он рассказал что он видит на картинке да на самом деле тут больше ничего и не скажет да но с точки зрения дифференциальной диагностики и вы в том числе когда описываете данное образование вы скорее всего именно таким образом должны описать обязаны описать а уже потом можно придумать вы говорите там гистологию брали но это может быть лимфома какая-нибудь ну допустим лимфома потом это может быть какой-нибудь гастрит гипертрофический к примеру да это может быть ну с травмальной опухоли не совсем похоже да ну чисто теоретически это может быть стромальная опухоль желудка ну я даже не знаю ну какие-нибудь казуистические там просто я так вот больше наверное ничего у меня не приходит в голову может мальформация какая-нибудь сосудистая но я просто тут вот по одной картинке сложно сказать спасибо на самом деле действительно по одной картинке действительно сложно сказать но обратите внимание что такая вот яркая стенка наиболее выраженный опухолевый компонент действительно в области угла желудка это перстневинно-клеточный рак и на самом деле это типичная картина вот и клиническая картина с которой очень часто сталкиваются все клинии ну многие клиницисты когда эндоскопический опухоль оценить невозможно потому что есть интрамуральная инфильтрация и здесь поражение по типу скира поражение и свода желудка посмотрите какая яркая стенка здесь до антрального отдела вот эта стенка уже не изменена а вот это вот измененная стенка и что здесь очень интересно на рентгенограмме сохранен рельеф слизистой желудка и на самом деле вот именно такое распространение оно характерно для перстневиноклеточного рака и если вы видите эти изменения на компьютерной томографии то вы не должны идти все равно на поводу эндоскопистов то есть вы то что видите то вы и указываете потому что на самом деле вы можете оказаться в итоге правым и пациенту может быть выполнена нерадикальная операция и здесь на гистологической картинке очень хорошо видно что вот это вот неизмененная слизистая а вот это вот все поражение типичный характер роста интермуральный по мнению вот выступавших здесь как вам кажется компьютерная томография дала больше чем вот рентгенограмма которая проведена здесь можно было по рентгенограмме поставить тоже что и по компьютерной томографии ну в самом желудке не считая лимфатический узел кто у нас первый выступал да пожалуйста спасибо второе кто говорил тоже да на мой взгляд картинка может когда делали геноскопию там может быть какая-то была во-первых распространенность на карте то есть регидность карты была или нет и функционально то есть если там скирт то там грубо говоря там вообще рентгеносценки будут выражены допустимы и по большому признению если функционально оценивать там тоже уже сокращается в норме а там может быть видимость опять же то есть тот момент более позиционного рентгеноскопического следа тоже имеет значение конечно понятно что если это мы делаем рентгенологическое исследование то важна конечно динамика тут посмотреть как сокращение стен эластичность и так далее но по крайней мере по компьютерной томографии можно сказать о степени распространения на стенку желудка что имеет значение для хирургов есть еще два конечно скажите пожалуйста имеете ли вы опыт направления таких больных на эндоскопические ультразвуковые исследования и какое ваше мнение по поводу взаимодействия со специалистами этого профиля на самом деле у нас достаточно распространена вот эта взаимосвязь между различными специалистами различных профилей у нас еженедельно проходят мультидисциплинарные комиссии в нашем институте и мы очень тесно взаимодействуем то есть если мы видим хоть какое-то подозрение на что-то или что-то не укладывается то есть мы видим отсутствие данных гистологии но при этом мы видим эти изменения естественно мы отправляем опять на ФГДС отправляем на НДУЗИ может быть дополнить исследование МРТ у нас были такие пациенты которые прооперированы без гистологической верификации у которых был подтвержден изначально выставлен перстневиноклеточный рак по данным МРТ и был подтвержден уже по изучению операционного материала то есть иными словами вы считаете вполне целесообразно потратить сутки двое там трое может быть неделю до обследования для принятия решения правильно для спасибо да пожалуйста Евгений Владимирович скажите пожалуйста что вы имеете ввиду под переневральной инфильтрацией и нет ли у вас иллюстрации на эту тему к сожалению иллюстрации здесь нет данной презентации переневральная инфильтрация на данный момент у нас активно изучается то есть сравниваются анализируются данные компьютерной томографии напрямую с патоморфологическими заключениями конкретных рентгенологических признаков литературе еще не описано у нас сейчас активно ведется работа на эту тему и в ближайшее время мы эти признаки предоставим еще есть вопросы да пожалуйста спасибо большое за интереснейший доклад можно попросить подробно рассказать о подготовке пациентов и о тех препаратах и в каких дозах вы их применяете и может быть какие-то рекомендации для этой методики в плане подготовки очень важно чтобы пациент был натощак то есть желательно чтобы проводить исследование с утра чтобы пациент не находился в голодном состоянии целый день желательно не принимать воду и естественно не кушать перед исследованием то есть пациент приходит к нам голодный мы его сканируем обязательно с внутривенным контрастированием затем даем ему выпить газообразующую смесь порошок то есть в составе лимонной кислоты и соды в дозировке лимонная кислота 1 грамм и сода 2 грамма лимонная кислота изначально растворяется буквально в чайной ложке воды непосредственно гидрокарбонат натрия дается в виде порошка сухой и то есть пациенты его проглатывают и запивается все небольшим количеством воды где-то в объеме желательно не более 30 мл пока мы его укладываем то есть сразу же по сути начинаем сканировать поэтому вот этого времени как раз чтобы выполнить ранее отсроченную фазу контрастирования то есть мы пациента подняли с стола дали ему порошок уложили опять оцентровали и проходит 4-5 минут пожалуйста еще подробности вот вы ему дали 5 вот пациент вернее выпивает 5 миллилитров растворенной кислоты в чайной ложечке да проглотил а вот эти 5 грамм соды в порошке дается то есть завернутые в порошке или в чем они конкретно мы закупаем ее то есть закупает наша аптека расфасованная аптечная то есть мы лежа на столе разворачивает порошок высыпает себе в рот в ложечку да да у нас имеются одноразовые ложечки мы даем этот порошок пациенту и запивает тот же даете водички ему да 30 миллилитров ну и все и укладываете и сканируете а укладываете в то же положение в зависимости от которого ой от локализации да то есть сканировали предыдущие следы да вопросы еще имеются сейчас подождите одну пожалуйста насколько вы сравнили например пациентов просто с водой например если дать пациенту перед исследованием ну там допустим два или три стаканчика воды и ну это менее как бы грубо говоря травмоопасно да или вот ваше исследование почему какие есть преимущества и недостатки того и другого то есть допустим почему бы не сделать просто с водой там и не обязательно вопрос понятен да да на самом деле имеется достаточное количество работ в отношении гидрокатэ которые проводятся масштабно в обнинске я знаю можно почитать работы портного ну кстати вот портной проводил исследование вместе компьютерной томографии с зондовым методом но нигде при таких исследованиях не описана именно диагностика ранних ранних опухолей то есть все равно вот вот разность контрастного изображения она при раздувании газом она более ярко демонстрирует нам вот эти мелкие образования я уточню вопрос вы сравнивали или вы просто пошли одним методическим путем мы сравнивали у нас есть ретроспективная группа составляющая около 400 человек и вот тот путь подготовки к исследованию вам всем пациентам выполняю выполнялось контрастирование давался контрастный препарат то есть раствор контрастного вещества разведенной в воде вот и у нас нет практически ни одного случая зафиксировано диагностировано раннего рака желтка ну на самом деле я про контраст ничего не говорил вы имеете ввиду водорастворимый контраст давать пероз а я говорил про обычную воду это первый момент второй момент ваша ситуация получается что вы компьютерную томографию используете для диагностики ранних форм ранних форм рака желудка то есть к вам уже приходят пациенты с заранее известным после ФГДС что есть объемное образование желудка ваша задача отстадировать это состояние то есть вам нужно оценить ну как бы допустим локализацию скажем так в условии того что если вы знаете где находится опухоль вы ее нашли измерили оценили степень инвазии в окружающей ткани лимфоузлы метастазы в печени ну если допустим в регионарные лимфоузлы да и ну как бы это в моем понятии так было то есть вы считаете что нужно проводить КТ для того чтобы диагностировать в пределах стенки это большое клиническое значение имеет как бы вот или нет почему бы не сделать с водой найти это образование как я сказал отстадировать его и так ну ясно покороче немножечко потому что у нас не будет времени во-первых у нас есть ряд пациентов да это небольшой процент но имеется которые приходят на компьютерную томографию без заключения ФГДС без патоморфологической верификации на основании клинических на основании симптоматики учитывая клиническую картину пациента мы можем сами предположить что вот по-хорошему пациент пришел на скрининг понять что у него происходит и мы сами решаем проводить ему провести ему такое исследование у нас есть ряд пациентов которых был выявлен ранний рак впервые при компьютерной томографии который был подтвержден дальше эндоскопическими методами это первое второе на самом деле данные чувствительности специфичности эндоузи они не так высоки так же как и данные компьютерной томографии это такой же метод диагностики как и любой другой и в некоторых случаях мы даже спорим с эндоскопистами и иногда бывает даже в нашу пользу у нас бывают вы наверняка встречали таких пациентов нейрадикальное эндоскопическое удаление опухоли нерадикальное эндоскопическое диссекция то есть изначально врач-эндоскопист неадекватно оценил опухоль желудка по глубине инвазии по с положительным вертикальным либо горизонтальным краям резекции и изначально мы можем давать у нас могут различаться и на длину покороче у нас уже регламент у нас вот есть еще один вопрос из города Ярославля когда по времени дается раствор соды через сколько и как долго он действует у пациента образовавшийся газ углекислый выходит отрыжкой сразу же после исследования инна дмитриевна у меня последний наверное вопрос такой глобального такого типа скажите пожалуйста у вас уже очень много наблюдений у вас большой опыт насколько он востребован нашими клиницистами прежде всего хирургами а также может быть и химиотерапевтами именно проведение компьютерной томографии когда имеется эндоскопия у нас и сона ну и так далее и рентгенологическое исследование да Игорь Иванович у нас ну как вы знаете у нас еженедельно проходят мультидисциплинарные комиссии время которых собираются специалисты из различных профилей и естественно они уже не видят вот это вот обсуждение пациента без данных компьютерной томографии то есть для них это достаточно наглядно достаточно понятно когда это все продемонстрировано на картинке спасибо большое